Давайте бурными аплодисментами поприветствуем на этой сцене Валерию Со своим старым щитом Со старинным романсом Калитка Лишь только вечер Затемнится синий Лишь только звезды зажгут небеса И черевух серебряный иень Жемчугами украсит роса Отвори потихоньку калитку И войти в тихий садик Как тень Не забудь Потемнее накидку Кружева На головку надей Там, где гуще Сплетаются ветки У калитки У калитки тебя подожду И на самом пороге И на самом пороге беседки Садик Как тень Не забудь Потемнее Садик 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 Шепт Шепт Садик Садик Соответственно Мышь Таким образом, Иосиф звонит и говорит, пожалуйста, возьмите жену на обложку. Нет, просто Иосифу действительно огромное количество предложений поступает, и я уверяю, что далеко не на все мы соглашаемся. Нет, а ты можешь ему сказать, я устала, вот Иосифа, я не хочу. Могу, можем поругаться, но если я чего-то не хочу, я овен, между прочим. Виктор Дробыш в эфире телеканала НТВ в программе НТВшники, как раз и говорил о том, что на его взгляд, сейчас подставим по полной программе. Я смотрел эту передачу. Я смотрела. Я о них говорил, а о том, что... Да, что на его взгляд, слишком много поблизости у Валерии. Я и сейчас, я же при этом сказал, что она великая певица. А я считаю, что переборы, это мое мнение, я им это говорю, я считаю, что мне сродни больше такой подход, как у Стаса Михайлова к телевидению и ко всему. Народ должен скучать и ходить к нему на концерты. А-а-а, он должен смотреть артиста на сцене больше. Йозеф, вопрос к тебе конкретно. Это паблиците помогает продавать билеты на концерты? Мешает. Ну, в общем... Ну, я бы не сказала. Давайте, давайте... Ну, вот я... Давайте, давайте мы абстрагируемся. У нас, кстати, надо признаться, в течение семи лет мы обладатели всех золотых граммофонов. В этом году... Одну минуточку. Я тебе задаю вопрос, встретимся у кассы. Продажи были хорошими. Посмотри, у кассы у нас всегда хорошо. Все, вопросов нет. Со всеми артистами, с которыми я работал, у всех с кассой все в порядке. Даже сейчас Оврама Руссо? Ну, он еще не вернулся просто. Как следует. Как следует. Знаете, какой вопрос? Вот соседов здесь действительно сказал правильную вещь. Вернее, он как бы сказал своими устами, от имени вашего бывшего мужа, что на сцене не бывает двух Алл. Ну, в общем, есть Алла Баянова и нормально себя чувствует. Я не ответила. Дайте я отвечу. Вот русская эстрада, это эстрада с женским лицом. На нашей сцене есть одна Примадонна. Она не только себе продюсер, всем своим мужикам еще была продюсер. Так вот, а вот у вас, наоборот, совершенно другая судьба. У вас судьба как раз женщины на эстраде. Не Примадонны, не селф-продюсера, а женщины. Вот у вас был один муж-продюсер, теперь второй муж-продюсер. Вот каков вам женская доля? Я могу сказать, что я человек очень семейный. Я, наверное, прирожденная жена и мать. И да, у меня такая профессия. Я певица. И, конечно, я не собиралась выходить замуж за продюсеров. Просто вполне естественно, когда ты артист, ты общаешься в определенном кругу людей. И когда очень много общего объединяется с человеком, то ты начинаешь его лучше понимать. Ну, в общем, а про Алла все мне никак. Я вот, собственно, не про это спрашиваю, не про то, как вы живете с Пригожиным. Это мы уже обсудили. А вот как вы живете с Аллой Борисовной фактически на одной сцене. Вот о чем. Ну, неплохо, кстати, выживаемся. Мы совсем недавно вместе отдыхали, и все прекрасно. Нет, все хорошо. Я добавлю только одну вещь. Дело все в том, что у нас есть с вами примеры. Артистов огромное количество появляется, приходит и уходит. Все равно все зависит от личности. Если личность сильная, сама по себе. И продюсеру легко работать с личностью. Но я, в свою очередь, хочу, с одной стороны, больно и горько понимать, как мужчина себя ведет по отношению к матери своих детей. А с другой стороны, я ему благодарен за то, что он оказался тем и таким, каким он оказался. Потому что благодаря его характеру я стал счастливым. Я хочу сказать, что просто так получилось, что у нас получилось. Все получилось. И слава богу, что все получилось. Друзья, в эфире канала НТВ «Музыкальный ринг» и у нас нешуточное противостояние Валерии и Валерии.